Добрый день уважаемые подписчики, подписчицы и гости моего канала. В этом обзоре я хочу рассказать о смартфоне 2015 года Samsung Galaxy J5 SM-J500H. Мне удалось попользоваться ним пару дней и я сложил о нем впечатление, которое вряд ли изменится и через месяц. Данный обзор ни в коей мере не является ни рекламой, ни антирекламой продукции Samsung. Все сказанное мной является исключительно моим личным мнением и оно не обязано совпадать с вашим. Краткие технические характеристики. Поддержка двух сим-карт. Формат сим-карт микросим. Диагональ экрана 5 дюймов. Разрешение 1280 на 720 точек. Тип дисплея Super AMOLED. Процессор Qualcomm 8916. Количество ядер 4. Часто процессора 1,2 ГГц. Внутренняя память 8 гигабайт. Оперативная память 1,5 гигабайта. Поддержка карт памяти microSD. Фронтальная камера 13 мегапикселей. Запись видео Full HD 1920 на 1080 точек 30 кадров в секунду. Фронтальная камера 5 мегапикселей. Операционная система Android 6.0.1. Беспроводные технологии Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.0, FM тюнер. Материал корпуса пластик. Емкость аккумулятора 1600 мАч. Внешний вид. Смартфон выполнен из пластика. Боковые рамки сделаны под металл. Задняя крышка из гладкого, хорошо собирающего отпечатки пальцев пластика. Спереди мы видим две сенсорные и одну механическую кнопку. Вспышку, сеточку разговорного динамика, датчик приближения и переднюю камеру. Сзади вспышка, основная камера и сеточка музыкального динамика. Слева качелька громкости. Справа кнопка включения блокировки. Снизу микрофон, порт зарядки синхронизации и гнездо гарнитуры 3,5 миллиметра. Сверху ничего. Микрофона шумоподавления я не вижу. Первый огромный плюс. Экран. У него не такая уж высокая плотность пикселей. 5 дюймов при HD разрешении 1280 на 720, то есть 294 ppi. Но это супер AMOLED. Экран просто супер. Углы обзора, яркость, контраст, насыщенность. Второй плюс. Лицензионный MS Office, но об этом позже. Несмотря на довольно-таки скромное по нынешним временам железо, смартфон задумывается довольно-таки редко. Я имею ввиду при работе с соцсетями и офисными приложениями. Игры про летние давности тоже пойдут на ура. Samsung хорошо поработал над оптимизацией прошивки и оболочки TouchWiz. Телефон, обладая всего лишь полутора гигабайтами оперативной памяти, работает очень плавно. Приключения между приложениями происходит без долгого размышления. Смартфон вышел с установленным Android 5. Сейчас последняя официальная прошивка на Android 6.0.1. Для любителей экспериментов на 4pda.ru уже есть кастомная прошивка на базе Android 7. Задняя крышка и аккумулятор съемные. Хотя, утверждение спорное, кто-то сочтет это минусом. Лично для меня возможность за минуту заменить аккумулятор, плюс одновременная поддержка двух сим-карт и карты памяти. Учитесь в Мейзове Xiaomi и привыкайте использовать правильное решение, а не изобретать глупости. Основная камера 13 мегапиксел. Видео снимает Full HD 1920 на 1080 30 кадров в секунду. Качество отличное. Режима HDR для фото я не обнаружил. Передняя селфи камера на 5 мегапиксел со вспышкой и фильтрами реального времени. Любители селфи оценят. Традиционно хорошее качество сборки от Samsung. Хоть корпус и не монолит, скрипов, тресков, люфтов нет абсолютно. Звук лучше среднего, насыщенный без дребезга. Не битс аудио от HTC, но и не китайские пищалки. Очень понравилось отключение пин-кода при нахождении в определенных местах. То есть, думая на работе, смартфон не запрашивает пин-код, либо графический ключ для разблокировки, а на улице запрашивает. Для любителей цифр. Antutu Benchmark выдал 23 тысячи попугаев. Теперь о минусах. Малый объем встроенной памяти. При первом запуске пользователю доступно чуть менее 5 гигабайт свободного места. После скачивания MS Office, OneDrive и обновления приложения остается чуть более 1 гигабайта. И это грустно. Большинство приложений, которые вы устанавливаете с маркета, можно перенести на карту microSD, но я пошел другим путем. Мне не нужен тяжелый Microsoft Office и OneDrive. Меня больше устраивает простенький документ от Google и предустановленный Google диск. Удалить приложение от Microsoft нельзя, но можно отключить и удалить обновления. О отключении приложений и приносе приложений на карту памяти поговорим в следующем обзоре. После отключения ненужных мне приложений, я сэкономил около полутора гигабайт места, установил все, что мне необходимо в память телефона и еще осталось чуть менее гигабайта свободного места. При установленной карте памяти камера предлагает фото и видео писать на нее. Это легко можно поменять после в настройках камеры. Мультитач на два касания. Если честно, изначально меня это шокировало. Был уверен, что тачскрин на 10 касаний, ну в самом крайнем случае на 5. Но походив со смартфоном два дня, я не разу не испытал неудобств в этом плане и необходимости хотя бы в трех касаниях. Кстати, пишите в комментариях, в каких случаях и в каких приложениях вам не хватает двух касаний. Отсутствие датчика освещения. Абсолютно непонятно почему, он копеечный. Отсутствует шагомер, тоже грустно. Зато Samsung не поскупился на контроллер, который проверяет, от какого зарядного устройства и каким шнуром его заряжают. И при попытке зарядить его неродным зарядным устройством или шнуром, пишет, что аксессуар не оригинальный и включен режим медленной зарядки. Причем зарядка действительно идет раза в 3 медленнее. Это конечно же слегка окупает все перечисленные недочеты. Теперь придется выбросить свой powerbank и зарядку от Xiaomi и купить дорогую самсунговскую зарядку и шнурок. Вопрос под зарядкой в автомобиле остается открытым. Мне кажется тут Samsung прищеголял даже Apple'овский лайтинг. Как я уже сказал, в смартфоне есть и плюсы и минусы. Я не отнес к минусам отсутствия сканер отпечатков. В серии G его не бывает. Если он вам обязательно нужен, смотрите на серию A. Но она заметно дороже. За эту цену можно взять Meizu M5 на 32 гигабайта или Xiaomi Redmi Note 3. Еще и на пиво останется. Но, во-первых, здесь Super AMOLED. Для меня это большой плюс. Во-вторых, с гарантией Samsung я сталкивался, а с китайскими нет. Версия 2016 года немного интереснее по железу, но дороже на 20-25 процентов. Не стоит забывать, что это бюджетный смартфон всемирно известного бренда и он стоит свои 150 долларов. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь. До скорых встреч. Всего вам наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok